Мудрость лучших воинских орудий, имейте ввиду, на злобу дня. Привет, Даша, я хочу продолжить цикл «Моя родословная». Напоминаю, рассказываю о каждой личности отдельно. Сегодня речь пойдет о моем дедушке, вхожем в рот через брак с моей бабушкой. Напоминаю, моя бабушка Вера Игнатьевна Полякова о ней рассказывала в предыдущем видео этого цикла. Все ссылки внизу. Зовут его, звали, к сожалению, Царство Небесное. Трабин и Езар Федор Трофимович. Про три дедушки я уже показывала в видео про Вера Игнатьевну, но еще раз покажу, кто не видел. Ой, отсвечивает, вот. Он родился в селе Большой Хабы Кыдлинского района. И ехали они туда, когда он был совсем мелкий, у них сгорел дом, и они поехали в Минусинск. Видимо, там были какие-то родственники. И я хочу подметить, вот, смотрите, и бабушка моя попала в Минусинск по воле случая, она просто сбежала из ссылки. Значит, и дедушка, то есть, угу, судьба судьбинушка. Водим. Значит, человек был очень простой, он был малограмотный, читать умел, но вот образование у него только один класс. Он даже танцевал как-то вот типично по-крестьянски, то есть, танцевать умел, просто, я не знаю, как это рассказать, это нужно показывать. А я стесняюсь. Вот. Кстати, это один из немногих, очень редких людей моего рода, которым я буду рассказывать, которого я помню. Хотя было бы очень мелко, когда он умер, мне по-моему, он был лет 13-12 в годе. И он, то есть, просто делал руками вот так вот, и при этом притоптывал так ногами под разным углом. То есть, вот это был весело танец, у него любимая песня была, что-то про паренька, что-то в красной рубашке, красивенький такой, а что-то загулял, загулял парнишка молодой, в красной рубашке, красивенький такой, вот. Вот. Он безумно любил свиней. Вот он мог просто встать, открыть этот, как его, загон, я не знаю, я не разбираюсь, и просто на них вот смотреть, ими любоваться. Очень родился своим огородом. Он, кстати, конечно, ему помогала моя бабушка, построил один трехкомнатный огромный дом с верандой, даже пассейн во дворе я был уже посередине до сих пор, помню. Такой квадратный, достаточно небольшой, но замечательный. Вот, когда приходили гости, ну, это было редко, он... И теперь я понимаю, почему, как бы, я не умею просто принимать гостей. И, видимо, это как-то я унаследовала именно по этой линии, потому что по мужской линии Лопатины, там все очень гостеприимные, там гости-то просто святое, это божество в дом вошло. Вот, ну, и когда гости приходили, он их в первую очередь вел не дом, нифига, он их вел в огород и показывал, вот тут у меня яблонька уродилась, вот здесь у нас клубничка. Вот я до сих пор помню, где была клубника ежевика в конце огорода, вдоль забора, вот, да. Вот здесь у меня черемуха, вот тут у меня то, вот тут у меня это. Такой вот душевный, ну, простой очень человек, он, кстати, сидел, он из хулиганских побуждений, как любит говорить моя мама, вырывал, хотел стянуть сушившееся белье постель, ну, там под одеяльник просто, вот, ну и, да. Где-то год или полтора сидел, и ему тогда лет 16, наверное, было, источник памятного вспоминания она точно не помнит. Вот, и причем, живчик был вообще тот еще, его вообще ничто не могло убить. А, его и, это, в тюрьме, когда он сидел, я не знаю, что случилось, но его хотели убить, его ударили топором в голову, причем не голенищем, а вот прям лезвием, не буду себе показывать. Выжил. Потом что-то они с товарищем несли огромную такую железную трубу, ну, знаете, такие строительные трубы, прям гигантские, металлические. Представляете, сколько она весит? Там тонну, то есть больше. И что там, как-то товарищ стал неудачно опускать, и хлобысь ему по пеганчей липушке этой трубой-то и жив. Не поверите, даже сибирскую язву перенес. Заболел сибирской язвой. И вообще было критическое, конечно, состояние, сами понимаете, да, сибирская язва, все помнят, 90-е, да, по-моему, это было, когда весь мир прям, ой, боялся, боялся, что в конверты там кому-то пришлют эту сибирскую язву. Значит, дело было в 50-60-х, когда он женился. В общем, он уже был женат на Бабе Вере. Не буду вас смущать цифрами. В общем, критическое было состояние вообще. Он лежал в больницу, все были уверены, что он умрет. И даже бабушка как-то спала, ей приснилось буквально там до рассвета, там ни о чем было. Ей показалось, что пришел вот его дух, что он умер. Она подхватилась, нестанно, на такую рань, побежала в больницу, совершенно уверена, что она придет, и все уже. На поправку пошел. И сибирская язва его не уничтожила, е-мое. Но вот у него был медицинский, так сказать, казус, очень ранний мэран старческий, как диагноз. Это у него генетическая его мать Анна. В девичестве Леушина, замуж за тропина, соответственно, понятно. У нее сначала начался старческий мэран, потом пришел сумасшествие. То есть она всем ходила, говорила, что ее не кормят, что ее не поят, ее там ничего не дают. Она всячески буйствовала, ее даже привязывали к кровати, чтобы она не хулиганила. И она вот в таком состоянии пожила почти до 100 лет. Кстати, удивительно даже учитывая, что она жила в Сибири. Причем в первой четверти, в конце 19 века, в первой четверти 20-го, то есть все работали прямо на износ. Она дни дня в своей жизни не работала, никогда. Ее прокамливал всегда ее муж Трофим Иосифович, отец моего дедушки, мой, соответственно, прадед. Вот так. За мое здоровье, не беспокойтесь, я вам наследовала только внешние признаки и не гостеприимство. Из внешних признаков, значит, волосы не особо густые, зато длинные, блин. И вот, кстати, кто-то просил показать, я отклонилась. Вот, как раз грудь прикрывают. Я всегда говорила, что я хочу иметь такие волосы, что я выйду на гишом на улицу, распущу волосы и при этом не буду на гая. То есть вот такой длинный, хотите. Вернемся к моему дедушке. Значит, я у наследовала, как и мама, мы с мамой обе, у наследовали от него волосы и быстропортящиеся зубы. Но там у него просто образ жизни так вот влиял на здоровье зубов, потому что он уже когда валенки изготавливал, подпольно, так сказать, там как-то имелось дело интенсивно с кислотой. Я уже не знаю все эти тонкости. Вот. Вот такой человек был. И, кстати, я уже говорила, но я еще расскажу, кто не видел видео моей предыдущей бабушки моей, Верегнатию и его жене. Там была такая, ну, история, что когда вот она умерла, он, собственно, тогда и наступил достаточно геморал, он стал пить, он, значит, мам, чтобы за ним присоединить, привезла его пока, мы уже пока не жили в то время. Он убегал в Минусинск к дому и задумал, что его ждет, ждет его Верта. Там, вот, ее не было, он, значит, пил, пытался как-то все это заглушить, продал все. У меня даже альбомы с фотографиями, у меня нет семейного архива, ни папиного, ни маминого. Вот. И, да, ну и в конце концов мама продала тот дом, за что, кстати, я недовольна этим, потому что, ну, все-таки человек, строил своими руками. Надо было найти другой выход из положения, не продажи дома, ни в коем случае. Мне как-то все-таки немножко обидно, своими руками все строилось, вот так вот продать чужим людям, они ее вот так переделали, мы тут недавно ездили, смотрели, там вообще ничего, от прежнего дома не осталось. Вот. Ну, и вроде он потом нашел женщину, ее, кстати, тоже Вера звали, ну, вот, все-таки, ну, не сложилось. Да и как тут сложится, если он вот так вот. Ну, понятно, да, что такой диагноз, человек немножко непонятен адекватным людям, нормальным, здоровым. И вот. Ну, и в результате, вот, нет его с нами, как раз, кстати. Я честно не подгадывала, случайно получилось, видео приуроченное, получается, к их днам рождения. Вот я сейчас могу соврать, но вот дедушка, он точно родился 14 июня. Вчера буквально мы ездили, так, видео я снимаю в понедельник, да, 16 июня. В общем, 15 воскресенье мы ездили в дедушке. Я еще посмотрела на дату, он родился 14 июня, но мама говорит, что это фейково. То есть он, в документе одна запись, а фактически он жден в другой день. Вроде как даже 15 или 16, казус, он умер 16 марта, тоже 16. Вот, и ездили мы к бабушке. Кстати, произошло ДТП. Буквально у кладбища. Нонсенс. Если что, нести недалеко. Да, черный юмор даже. И она родилась, я не обратила внимания, когда она родилась, телефонный подоконит. Заглядывания никуда не хочется. Ну, в общем, где-то там уже, буквально день-два дня у них разница. Мама даже вспоминала, что они вот с няней, да что такое, с няней, я так ее называю, ее родную сестру мамину. Они с няней в один день их поздравляли, дали цветы собственного огорода, поделку какую-нибудь и вся. Вот такой. Я помню дедушку, человек, а, он обожал, он обожал есть. Допустим, пообедать плотно, там через час мама начинает что-нибудь готовить. И будешь, буду, это дело я уважаю. Он в плане еды любил употреблять слово уважаю вместо люблю. Очень любил сладкое. Этим я категорически не в него, я сладкому, ну, равнодушно. Вот. Ну, вот такой был у меня дедушка. Я его помню очень добродушным, очень добрым, очень таким приятным. Он прям такой, этот, внучку свою он любил. Вот, отвечал ему взаимностью. Такой он очень милый человек был. Вот. И жалко, конечно, что он нас покинул вот так. Что он так трагически переживал по поводу успеха своей жены. Ну, пожалуй, на такой вот ноте я и закончу. Желаю узнать, кто ваши родные, потому что, знаете, как славяне говорили, если ты не знаешь, кто твои предки хотя бы начитали колено назад, ты сирота. Не будьте сироты. Пока. Пока.